физкульт привет друзья ученики просто случайный зритель сегодня прекрасным флоридским деньком утро у нас решил поговорить с вами в очередной раз о приседаниях до сих пор несмотря на то что очень много уже написано статей снято видеороликов и мной и другими но очень много заблуждений все равно по поводу приседаний о их вреде о глубине приседа и все что с этим связано давайте друзья поговорим о приседаниях если у вас есть какие-то вопросы обязательно присылайте их пока вы думаете над своими вопросами я расскажу вам о том о чем уже рассказывал но может быть кто-то пропустил и так существует три вида приседаний первый самый распространенный и самый бесполезный для девочек и для большинства парней это приседания бодибилдерские когда вы садитесь чуть ли не в 45 градусов я уже не говорю до того чтобы даже приближаться к параллели когда мы говорим о приседаниях в параллель это значит что нужно садиться параллель с квадрицепсом передняя часть бедра должна быть параллельно полу но не задняя часть бедра потому что бицепс бедра ягодичной мыши у многих разные величины и если к примеру это у вас жир то это присед может получиться очень неполным и так самые бесполезные почему потому что когда мы садимся с вами не до параллели мы с вами включаем в работу в основном квадрицепсы елена наливайка привет рад тебя видеть здесь в чем твой вопрос не уловил вот ты хороший пример качественных глубоких приседаний и того что выглядишь очень жестко женственно всегда рад видеть твои фотографии видео в инстаграм выглядишь вообще лучше чем большинство девочек которые вообще ничем не занимаются и тем более не приседают так вот друзья если вы хотите получать от приседаний максимум вам необходимо садиться как минимум в параллель повторяюсь это когда ваше бедро передняя часть бедра квадрицепс будет параллелен полу все что друзья выше этого будет преимущественно включать квадрицепсы если вы девочка которой и так ноги большие вы будете видеть совершенно другую картину противоположную от той которую вы хотите получить это приседания технику которых можно даже не обсуждать извините одену очки потому что солнце по той простой причине что приседать здесь как-то неправильно или правильно вообще сложно самое главное следить за тем чтобы спина не круглилась и естественно затем чтобы ваша стопа стояла целиком и полностью на полу не переносился вес тела не на пятку не на носок но я думаю что это основное правило знают все что касается выхода колено за носок то в этом стиле приседания особенно если у вас антромометрические характеристики не очень хороши и подходят для приседаний не так страшно главное повторяюсь это спина и полное стояние стопы на полу это очень важно второй вид приседаний друзья повторяю мы сегодня говорим о приседаниях поэтому присылайте ваши вопросы после легкого монолога я с вами подискутирую и поотвечаю на ваши вопросы о приседаниях и так разобрались первый вид приседаний самый глупый бодибилдерский когда мы садимся в 45 градусов а некоторые даже меньше вы это видите постоянно и без меня следующий вид приседаний приседания пауэрлифтера когда мы садимся с вами в параллель в принципе этого будет достаточно для большинства и для того чтобы росли квадрицепсы и для того чтобы хорошо работал бицепс бедра и для того чтобы включались ягодичные мышцы но девочкам особенно с плоскопопием необходимо садиться немножко ниже это будут уже тяжелоатлетические приседания затронем их чуть-чуть попозже так вот когда вы садитесь в пауэрлифтерском стиле ваши колени действительно не должны выезжать за носки движение начинается с таза в принципе любое движение в приседаниях кто бы что не говорил должно начинаться с увода таза назад с одновременной работой в коленном суставе естественно если же вы будете начинать движение исключительно со сгиба коленей то произойдет следующее вы будете двигаться по направлению вперед и ваши колени будут выходить за носки что не так страшно но будут отрываться пятки потому что вес тела будет переходить целиком и полностью на носки пятки у многих будут даже отрываться вот это действительно страшно если вы будете грамотно садиться с уводом таза назад в пауэрлифтерском стиле до параллели то ваши колени не будут выходить и они не должны выходить за проекцию носков это один из самых популярных видов приседа и доступен практически каждому теперь поговорим о действительно глубоких приседаниях что такое глубокий присед глубокий присед это все что ниже параллели не стоит переживать по поводу ваших коленей если вы целиком и полностью стоите на стопе на стопе полностью когда вес равномерно распределён центр тяжести находится посередине между пятками и носками возможно немножечко смещен к пятке но очень и очень немножко друзья мы сегодня говорим о приседаниях поэтому ваши вопросы присылайте исключительно о приседе и все что с этим связано так вот друзья когда мы говорим о глубоких приседаниях только безграмотный человек безграмотный тренер будет следить за тем чтобы ваши колени не выходили за носки правильная техника при глубоком приседе когда вы опускаетесь ниже параллели должно быть так колени должны выходить за носки и это мы говорим о очень глубоких приседаниях девочки у которых слабо развитые ягодичные мышцы повторяю плоскопопия это единственное что может вас спасти естественно с постепенным с постепенным увеличением весов с прогрессией нагрузок это необходимо делать если вы хотите реально накачать ваши ягодичные мышцы забудьте про попомахи это все для лохов это развод на бабло от фитоняшек если вы конечно же по дурости садитесь на мужские гормоны и попомахи вам помогут но я уверен что те кто смотрят мой канал являются здравомыслящими людьми особенно девчонки не собираются и даже не думают использовать какую-либо фармакологию поэтому друзья только присед только приседания глубокие приседания это я сейчас говорю о девушках парням достаточно приседать параллель или даже чуть чуть выше но садиться нужно глубоко и так запоминаем когда вы садитесь очень глубоко все что ниже параллели вы обязаны соблюдать правильную технику а это значит что коленки ваши должны уходить вперед что еще хочу сказать о приседах друзья не стоит бояться когда вам говорят что приседы могут порвать ваши связки спросите у такого человека какую связку можно оторвать связка при грамотной технике в приседе не оторвется а вот когда вы одеваете различные резинки когда вы делаете различные скрестные приседания выпады вот это чушь это от фитнес выкидышей не нужно совершенно этого делать потому что здесь действительно есть риск повредить связку у меня есть большая статья о том как работают связки в каком варианте в каком положении колено они наиболее уязвимы и уязвимы ли вообще в принципе поэтому друзья приседаем соблюдая грамотную технику чем проще тем лучше не изобретая велосипед и все будет у вас хорошо если вы не выступающий спортсмен если у вас нет достаточной массы вы должны идти четко по самому короткому пути это делать обычные глубокие приседания делать тяги подтягиваться отжиматься от брусьев и это даст вам максимальный эффект от ваших тренировок неважно мальчик вы или девочка парень или девушка два раза наверно сказал да мужчина или женщина вы должны тренироваться грамотно следующее неважно эктоморфы мезоморф или какой-то еще другое экзотическое животное это влияет только на ваше питание приседания нужны и важны и помогут всем и если тренер вам говорит что у вас тип телосложения такой и вам нужны такие тренировки это полная чушь кстати вот хотел бы пообщаться по этому поводу с италием данном он тоже продолжает утверждать что каждому типу телосложения нужна своя тренировка вот прям хочется конкретно поговорить чем могут к примеру подтягивания отличаться для каждого из этих трех типов чем тем более что в природе не встречаются чистых видов не бывает чистых эктоморфов конкретно чистых мезоморфов это настолько крайность о которой даже не стоит упоминать следующее девчонки особенно это касается вас и панторезов парней девушки не носите корсеты не используйте эту хрень это только влияет на ваше здоровье негативно не нужно талия не увеличится от приседаний от становых тяг и самое главное она не уменьшится от того что вы используете корсеты корсет вредит самое главное нужно понимать когда мы делаем базовые упражнения мы и так повышаем давление но когда вы используете корсет вы как минимум в два в три раза увеличиваете ваше внутреннее давление и если у многих слабые сосуды да и даже если у вас крепкие сосуды со временем это приведет к очень нехорошему эффекту и ведитесь друзья на фитнес ересь не поддавайтесь этой фитнес хрени я уже не хочу дальше развивать эту тему чтобы не ругаться так что друзья особенно если у вас есть нерешенные для вас вопросы ответы на которые вы не можете найти я рекомендую приобрести мои книги они не дорогие друзья они не дешевые но не дорогие особенно с учетом того какая там дается информация отдельно для парней книга отдельно для девушек информация уникальная не побоюсь этого слова что подтверждают все люди которые уже приобрели эти книги ну что друзья давайте попробуем поотвечать на ваши вопросы сейчас перемотаю в начало эфира и поищу интересные вопросы напоминаю мы с вами сегодня говорим о приседаниях поэтому вопросы все присылаете исключительно по приседу итак первый вопрос от александра влияет ли приседание на плоскостопие у меня третья степень но несмотря на это служил в армии скажите вредно или нет насколько я знаю сейчас есть специальные стельки для тех у кого плоскостопие вообще ортопедическая обувь к сожалению как говорит медицина взрослом возрасте я не знаю почему ты служил в армии взрослом возрасте изменить положение уже нельзя не получится но это не значит что вы не должны приседать что это будет вам как-то вредить вредит неграмотная техника вредит глупый подход вредит недосып недовосстановление а все остальное только на пользу следующий вопрос при сколиозе да при сколиозе необходимо приседать что нужно соблюдать вообще в принципе при сколиозе вы должны тренироваться тренироваться как и все но помнить что вы должны использовать умеренные веса работать на 12-15 повторений никаких отказов медленная подконтрольная работа и вы увидите как начнется улучшаться ваше тело мышцы укрепляясь по той возможности которая существует сейчас если вы уже взрослый человек вам будет становиться лучше а если вы ребенок бегом бегом с родителями к доктору сколиоз можно исправить подростковом возрасте это вина родителей если у вас сколиоз следующее от морфуши 13 привет егор я не знаю может такое быть или нет но заметила уже после второй тренировки именно когда делаю присед начинает болеть голова и даже поднялась сегодня второй раз температура до 37 температура друзья повышается у многих и как я понимаю вы только начали тренироваться а когда вы только начали тренироваться а каких приседах именно с точки зрения результата идет речь вес здесь совершенно не нужен его нужно убрать первые несколько недель а может быть и месяц вы должны посвятить тому что будете оттачивать технику если вам тяжело даже с пустым грифом это делать вы должны это делать с бодибаром или даже со шваброй с деревянной палкой неважно вы должны отрабатывать технику наработать именно костяк движения он должен отложиться у вас голове я рассказывал уже много раз как это делать даже если у вас есть тренер если вам кто-то помогает вы должны просто обязаны снимать себя со стороны и изучать все технические нюансы приседания не слушайте только тренера а если у вас нет тренера тем более изучите технику приседаний как теоретик на все тысячу процентов представьте что вы будете сдавать экзамен когда вы будете знать все технические нюансы и смотреть на то как вы выполняете ваше движение со стороны снятая на видео вы просто поразитесь насколько быстрее и качественная пройдет прогресс и это друзья сейчас совет не только для тех кто начинает свои тренировки если вы никогда не делали подобной вещи я вам рекомендую это делать обязательно даже если вы считаете себя продвинутым юзером тренажерного зала елена наливайка скажу что я выступающий спортсмен и этих упражнений мне хватает тоже единственное что пару упражнений специальных для проработки техники так что база рулит да действительно но если вы только начинаете если вы не достигли определенных результатов вы можете не сосредотачиваться на дополнительных назовем таких вспомогательных упражнениях и сосредоточиться направить все свои силы на освоение техники и достижение определенных силовых результатов когда вы выйдете на какой-то хоть минимальный уровень можно уже подумать о том как интегрировать эти дополнительные вспомогательные помогающие в базовых движениях упражнения но это отдельная тема и я думаю мы с вами поговорим как-нибудь они тоже не кэми пишет насколько широко надо расставлять ноги при приседе если вы девочка то как минимум на ширине плеч а дальше начинаются уже индивидуальные особенности которые диктует нам наша с вами антропометрия пробуйте разные варианты находите тот при котором вам наиболее комфортно вот при котором вам наиболее комфортно приседать при соблюдении идеальной техники и будет идеальная ширина постановки ваших стоп не забывайте о том что носки нужно расставлять в стороны и когда садитесь следить за тем чтобы коленки расходились и сходились именно по траектории которые диктуют направление ваших стоп ваши большие пальцы это очень и важно двигаемся дальше вопрос от даши 100 294 ответьте пожалуйста при сколиозе при легкой стадии можно ли приседать уже отвечал не то что можно нужно необходимо крайне необходимо посмотрите в youtube как люди не то что со сколиозом там со страшнейшими повреждениями искривлениями позвоночника приседают и тянут и с одной ногой с одной рукой с протезами единственное в очередной раз говорю нужно все делать с головой никогда не форсируйте особенно если у вас сколиоз работайте на 12-15 повторений сумерными весами никогда не доводите себя до отказа и даже не приближайтесь к отказу останавливайтесь за два-три повторения до наступления отказа и конечно же контролируйте свою технику техника друзья наше все олег шинка егор стоит ли разводить носки в стороны или стопы параллельно друзья здесь если вы девушка я рекомендую вставать широко разводить носки в стороны если вы парень находите то положение которое вам просто наиболее комфортно но чтобы грамотно и хорошо присесть я заметил что даже при узкой постановки ног когда мы немножечко разводим носки в стороны удобней именно технически садится глубоко и низко пробуйте друзья пробуйте самое главное чтобы колени не ходили стороны в стороны вот это действительно может нам навредить я еще не затронул тему здесь и сегодня почему приседания безопасны почему разгибания ног опасны об этом мало где говорится вообще практически почему-то нигде существует такая замкнутая цепь если вы выполняете движение на ноги и при этом у вас эта цепь не замкнута а из чего она состоит это стопа колено и тазобедренный сустав так вот когда вы стоите для приседаний когда вы жмете ногами у вас эта цепь замкнута потому что ваша стопа имеет опору вы давите стопой на пол и даже жим ногами стопа имеет опору вы давите стопой на платформу тренажера но когда вы делаете разгибания нету этой опоры цепь не замкнута и сустав работает не естественно в принципе в природе нет таких движений силовых когда вы бы выполняли подобную силовую работу вне замкнутом вне этой замкнутой цепи поэтому друзья выполнять разгибания перед какими-либо другими силовыми упражнениями и думать что это разминка зачастую это глупо особенно если вы выполняете этим разгибания в силовом стиле следующий вопрос от наруши 13 до тренируюсь после большого перерыва с пустым грифом спасибо большое за ответ и совет на здоровье друзья всегда рад помочь будьте аккуратны к эти мост я снимаю свою тренировку на видео по твоему совету так лучше всего да друзья действительно это очень и очень помогает и по люка вам егор добрый день скажите почему после прыжков на скакалке стала на ровном месте подворачивать ноги друзья ну сложно ответить причин может быть очень много возможно вы думаете что прыжки на скакалке это разминка но эта работа которая требует тоже разминки и если вы начинаете свою тренировку с прыжков на скакалке это нехорошо не забывайте что прыжки как и бег вредят коленным суставам поэтому к этому нужно подходить очень и очень осторожно следующий вопрос прислал артем софт 1990 приседания со штангой над головой особенно при протрузиях пожалуйста друзья на я делаю об этом отдельное видео и приседать со штангой над головой необходимо нам с вами в первую очередь для того чтобы оттачивать технику глубоких приседаний для того чтобы прочувствовать как должно находиться наше тело в пространстве при глубоком приседе здесь веса не важны здесь важно именно техника попробуйте поснимайте себя на видео и вы увидите как уже после первых таких приседаний улучшится техника ваших классических приседаний со штангой на спине так ненавижу россию хочу назад в америку да я тебя джордж понимаю попробуй прилетай и на этот раз уже не в майами а в орландо денчик 12 можно ли заниматься своим весом по программе турник в россии отжимания на турнике или все по очереди я не понял вопроса заниматься можно и нужно как вам угодно просто на турнике вы вряд ли сможете проработать ваши ноги а это уже будет неполноценная тренировка итак следующий вопрос бандаревок привет при приседах сильно растет бицепс бедра а трицепс стоит на месте хочу уделить увеличить трицепс с разгибания в тренажере и жим с низкой постановкой стоп не помогают как быть спасибо так здесь и только чуть-чуть запутался на ногах нет трицепса возможно речь идет о квадрицепсе так вот когда вы выполняете любые приседания любые жимы ногами хотите вы того или нет как бы вы не ставили стопы все равно будет работать квадрицепс это его работа если вам нужно больше делать акцент на квадрицепсе именно то выполняйте приседания в параллель разгибания можно делать в конце тренировки на большое количество повторений там на 17-20 повторений именно с целью того чтобы закачать как можно больше крови в эти мышцы и соответственно с кровью придут питательные вещества самое главное гормоны и тогда положение улучшится но девочкам не стоит переживать о бицепс о квадрицепсах а о бицепсах бедра и попе переживать стоит потому что слабо развитый бицепс бедра может быть причиной травм коленного сустава а также это эстетическая красота когда ваш бицепс бедра такой же по величине как и квадрицепс это считается идеальной женской ножкой так что следите за этим алекс фокс как у вас с давлением и сердцем есть проблемы если да то как и чем вы их лечите слава богу друзья с чем с чем вот с давлением проблем у меня нет сердцем у меня проблема от рождения мне вообще запрещали любые чуть даже легкие нагрузки говорили что мне можно играть только в шахматы в шашки и максимум в настольный теннис дело в том что у меня дополнительный пучок кента на сердце кто не знает а мало наверное кто знает расскажу что нервные окончания к сердцу подходят у нас только с одной стороны у меня я не знаю возможно на будущее когда мы все будем терминаторами а если серьезно то у меня просто дополнительный нервный пучок подходит к сердцу с другой стороны и когда я даю чрезмерные нагрузки мне сразу начинают электрические импульсы приходить по обоим пучкам кто не понимает объясню это получается сердце сократилось должно расслабиться а приходит сигнал по другому пучку опять на сокращение получается такая страшная аритмия с одной стороны это возможно и страшно но с другой стороны именно это позволяет мне регулировать мои тренировки я знаю когда я близок перетренированности и если не дай бог я вообще шагнул перешагнул ступень дозволенности с точки зрения здоровья так что друзья любой минус может быть плюсом ну по крайней мере вы знаете мою психологию мое мировоззрение я считаю что все что не делается все что есть все только для нас и ради нас не кеми следующий вопрос как относитесь к фронтальным приседаниям когда штанга спереди именно для начинающих это идеальный вариант потому что вы сможете конкретно прочувствовать положение корпуса в пространстве во время приседа приседая фронтально когда удерживается штанга перед собой вы с гарантией обеспечиваете себе правильное положение поясницы потому что наклониться вперед при таком положении нереально друзья так что я только зря итак следующий вопрос от наташка шердак при опущении почки не опасно вредно приседания и становые тяги друзья при опущении почек вообще в принципе любая чрезмерная нагрузка и опасно и вредна поэтому если у вас такая проблема то вопросы нужно задавать не мне своему лечащему врачу я надеюсь что вы обратились к доктору и он вам пропишет и медикаменты и другие способы лечения и самое главное пропишет вам лечебную физическую культуру где вы со специалистом грамотно будете подводить свое тело к нагрузкам обязательно обязательно не игнорируйте это елена наливайка фронтальный присед как на квадрицепс хорошую нагрузку дает да действительно но и все-таки учит держать спинку ровненько об зал пишет привет никогда не пробовал аэс мне 37 и хочу попробовать тестостерон пропианат не наврежу ли я своему здоровью спасибо друзья я не отвечаю на такие вопросы и не только потому что сейчас youtube русскоязычный очень странно относится к этому блокируя вообще просто каналы которые даже затрагивают тему витаминов и я могу вам посоветовать обратиться к эндокринологу спортивному эндокринологу у меня есть друзьях здесь и вконтакте алексей калинчев обратитесь к нему он вам подскажет как грамотно и что делать потому что в россии и в странах снг таких специалистов практически нет вообще с гормонозаместительной терапии мало кто знаком хотя вся европа америка давно уже все это использует лилия пишет после приседаний со штангой над головой техника классических приседаний улучшилась правда могу приседать со штангой 15 килограмм над головой на пять повторений выполняю их перед классическими приседаниями совершенно верно и все правильно делаете вес здесь вообще не важен можно делать даже и с пустым варом но делать нужно так следующий вопрос от даши 100 294 может ли после приседаний тянуть поясницу как при экстензии или это неправильная техника может конечно но это говорит в первую очередь не о неправильной техники хотя возможно и тоже а говорит о дисбалансе ваших поясничных мышц и мышц пресса и вообще говорит о том что вам нужно поработать над кором больше внимания уделять экстензиям гиперэкстензиям и скручиванием именно нужно сбалансировать мышцы а также рекомендую изучить мои статьи в моей книге и в мужской и женской об этом тоже говорится о чем не говорит никто ни один фитнес-инструктор фитнес-тренер почему-то не затрагивает эту тему а это самое важное первое что должен знать и любой инструктор и любой тренирующиеся у нас с вами есть два типа мышц и это не те типы мышц не та классификация которые вы когда-либо слышали это физические и тонические мышцы одни служат для перемещения в пространстве другие служат для того чтобы поддерживать скелет одни склонны к укорачиванию другие склонны к ослаблению так вот одни нужно больше и чаще тренировать а другие больше и чаще растягивать и это основная причина спазмов и боли в пояснице и не только изучите эту тех эту тему друзья обязательно следующий вопрос вива коваленко рука немеет невролог сказал нервы посоветуйте какие упражнения растяжка друзья растяжка здесь не упражнения у меня ночь обе руки не имеют просыпаюсь и выпрямляются руки до мурашек не имеют не знаю с чего у меня тоже такое бывает если я не удобно лег или если я к примеру сплю с высоко поднятой рукой причин очень много в первую очередь нужно подумать о растяжке о закрепощении мышц о сосудах проверить себя до набор 19 не знаю правильно ли прочитал если кого-то неправильно называю друзья не обижайтесь плохо видно здесь солнце отсвечивает приседания и становая тяга рабочий вес в этих упражнениях должен быть примерно равным или в каком-то упражнении мы изначально сильнее просто у меня очень хорошо идет прогресс в становой тяге да друзья хороший вопрос и лично у меня когда я начинал да и сейчас если вы посмотрите на хороших атлетов которые выступают не в экипировке вы заметите что приседания всегда отстают от становой тяги это нормально есть конечно исключение но это нормально именно так и должно быть значит у вас все идет очень и очень правильно руки несет это протрузии в грудном отделе надо провериться да кстати защемление нерва в грудном отделе может отдавать в руку и отдает в руку морфушка 13 если так не имеют руки скорее всего это остеохондроз так друзья что у нас там следующее полгода занимаюсь только базовыми упражнениями рабочие веса не растут значение те же в чем может быть причина причина может быть в том что вы возможно делаете слишком много этих базовых упражнений плохо питаетесь плохо высыпаетесь возможно вас режим дня убивает если у вас дети работа учеба в общем нужно смотреть на факторы ну конечно нужно понимать как вы тренируетесь еще что вы делаете как вы пытаетесь прогрессировать это очень и очень щепетильный вопрос который требует огромного изучения вас как личность как человека ваш распорядок дня хотите сами разобраться приобретите мою книжку для женского тренинга и у вас отпадут какие-либо проблемы катя милк можно ли с помощью приседа убрать или хотя бы уменьшить ямочки на ягодицах сбоку или надо дополнительно включать изоляцию чтобы больше включались друзья ямочки это генетическая ваша характеристика заданная именно папой с мамой и папа махи здесь точно не помогут приседая вы сможете увеличить ягодицы ваши в целом мышечную массу и возможно эти ямочки пропадут но не стоит переживать многим мужчинам эти ямочки нравятся сосредоточьтесь целиком и полностью на приседаниях на технике на глубине приседа от занимайтесь полгодика год исключительно направив все свои усилия именно на приседания вы увидите как изменится ваша попа как она станет красивее самое главное от приседаний она подтянется она поднимется и визуально будет казаться что форма изменилась просто такая подскажите пожалуйста в пояснице ощущения жжения при любом упражнении что же такое при любом упражнении на пресс лежа скручивание так далее что это может быть и что посоветуете здесь конкретно друзья изучите мои статьи о прессе и изучите ту тему которая только что рассказывал фазические тонические мышцы если у вас болит поясница это говорит о том что у вас слабый пресс либо слабая поясница потому что действительно так устроен наш корсет что когда болит поясница точнее не так сказать что если у нас слабый пресс относительно мышц поясницы будет болеть поясница но если слабые мышцы поясницы относительно мышц пресса все равно болит поясница но в любом случае это говорит о том что не скоординированы силы ваших мышц кора изучите эту тему и исправьте положение занятия в зале при плохом зрении друзья но я уже постоянно слышу этот вопрос и отвечал на него не раз неважно хорошее у вас зрение или плохое я всю жизнь тренировался до того как была операция на глаза у меня было минус 5 я пахал я не делал себе никаких исключений если вы хотите исключительно тренироваться только ради здоровья то тоже смело тренируйтесь но запомните никогда не тужиться никогда не задерживать дыхание и не работать в отказ вот три правила которые помогут вам сохранять здоровье для того чтобы не ухудшалось зрение больше здесь ничего не посоветуешь добрый день скажите если постепенно постоянно пить быца могут ли быть колики в животе еще перед тренировкой мешаю быца и глютамин и цитрулин а ты попробуй просто пить не постоянно если колики пройдут значит из-за этого здесь все очень просто на самом деле все может быть и любой препарат самый безвредный может на кого-то влиять так как ни на кого другого не влияет здесь однозначного ответа дать невозможно приседания с воспалением в пятки или лучше отдохнуть без приседом но здесь друзья лучше все-таки проконсультироваться с вашим врачом и смотря какое у вас воспаление чем это вызвано что если вам вообще противопоказана нагрузка на пятку то конечно лучше не приседать если есть показания к лечебной физкультуре то приседайте просто собственным весом или с грифом не травмируйте просто уже и так воспаленный участок ко всему нужно подходить с головой катя мамик четвертый год занимаюсь а ямочки ну никуда не уходят вид сбоку и сзади устраивает а вот анфас кривые бедра друзья но на самом деле сколько мы тренируемся не важно важно как грамотно мы с вами тренируемся и не стоит отчаиваться тренируйтесь тренируйтесь пересмотрите свою технику пересмотрите свое питание пересмотрите вообще свой образ жизни и тогда у вас все изменится в любом случае тренировки и приседания глубокие улучшают ваши ягодичные мышцы делают вашу фигуру намного лучше при зрении имеется в виду дистрофия сетчатки прошу прощения за повтор не важно здесь на самом деле что любой хороший современный доктор сейчас вам подскажет как и что делать какую сделать операцию я делал себе две операции одна по укреплению сетчатки а другая по устранению близорукости и до этого и после я тренируюсь очень тяжело зрение не падает добрый день можно ли заниматься единоборствами с межпозвоночной грыжей тренировки подразумевают скручивание корпуса рывки и так далее друзья когда у вас проблемы с поясницей очень вредны да и вообще всегда вредны очень резкие движения быстрые движения вот именно поэтому я против системы бубновского у него очень много резких движений но не перекладывайте ответственность на меня или на кого-либо еще это чисто ваше решение должно быть заниматься вам этим или нет с умом все можно делать мне кажется ямочки на попе это врожденное никак их не убрать да о чем мы всегда с вами в принципе и говорим егор у меня на тесте растет давление и пульс что посоветуете таблетки от давления на постоянном или разжижать кровь нужно нужно пить аспирин американский детский и побольше омега-3 благодарю за ответы и гор пожалуйста муж спрашивает как прогрессировать в жиме лежа у меня есть статьи о том как спрогрессировать в жиме лежа найдите их на моем сайте изучите и все будет у вас хорошо ну что друзья будем завершаться отвечу еще на пару вопросов и до следующего раза егор как уменьшить объем в ногах друзья это просто нужно недополучать калории и убивать свои ноги в приседаниях до сильнейшего жжения из-за его пределы и тогда объем начнет падать егор как уменьшить объем ногах это я ответил добрый вечер как убрать внутреннюю поверхность бедра только что ответил как часто нужно тренировать ноги заранее спасибо за ответ не чаще чем раз в пять дней такие упражнения ноги не сможем при геморрое любые у меня есть видео как тренироваться при геморрое ну что друзья на этом я с вами прощаюсь спасибо что присылаете ваши вопросы пишите обязательно в комментариях хотите ли вы чтобы были такие наши с вами встречи постоянные может быть выберем какой-нибудь день и время и будем с вами встречаться обсуждать различные темы готовить тематические выпуски так что всем пока друзья кто не успел задать свой вопрос и извиняйте это видео выйдет на моем youtube канале и вы можете оставлять вопросы под этим видео или под любым другим обязательно делитесь данными видео и моими статьями у себя в соцсетях это лучшая от вас благодарность я не прошу от вас никаких денег но поддерживать меня и канал вы должны особенно если считаете что я приношу вам пользу вы лично помогаете мне развиваться за что вам огромное спасибо увидимся как всегда в тренажерном зале берегите себя всем пока